Молодёжь судит исключительно в рамках каких-то шаблонных понятий, шаблонного восприятия. Что, как я уже говорила, телек смотрят только бабушки, радио слушают только в машине и так далее. Потому что на самом деле, искусственно выставляя вот эти вот рамки восприятия и медиа потребления и прочего, будущие рекламисты ограничивают для себя поле тех креативных идей, которые они могут воплотить. Вот это вот, к сожалению. И основная моя задача заключается именно в том, чтобы студенты могли для себя расширить рамки восприятия, чтобы у них мысль была буйной, цветущей. Вот. И для того, чтобы потом они могли рождать более интересные креативные идеи для размещения рекламы, для создания новых форматов рекламы. Почему нет? Ограничить в рамках профессиональной деятельности их всегда смогут. Другой вопрос, что если они сами себя изначально ограничивают, то развить их вряд ли можно. Я всегда рекомендую два направления развития. Первое – это, естественно, профессиональное потребление информации в плане профессиональных ресурсов. Причем в данном случае надо очень активно в себе развивать интернет-гену, потому что сейчас такое количество источников, которые на самом деле, к сожалению, очень спорны. Поэтому крайне важно все-таки как-то ограничить, вычислить для себя какие-то не просто интересные, а именно реально подтвержденные экспертные источники. И постоянно читать о кейсах, которые сейчас есть, о тех разных методах, которые используют, о разных форматах, которые используют и так далее. Это первый момент. И второй момент, он скорее из общекультурного развития, потому что всегда надо понимать, что когда студент выпускается из вуза, ему 21-22-23 года, в зависимости от клавриата, магистратуры и прочего. Но ему надо взаимодействовать, создавать рекламу, взаимодействовать в профессиональной деятельности, с людьми абсолютно разных поколений. Причем зачастую это люди более старшего поколения. И чтобы не было вот этого пресловутого конфликта отцов и детей, чтобы старшие сотрудники старшего возраста не говорили о том, что «Ой, да вы ничего не понимаете, вы ничего не читаете» и прочее, прочее, должен быть, студент должен развивать себе некий общекультурный контекст, потому что медиаиндустрия, рекламная индустрия связана с огромным количеством, в том числе и встреч, и общения вне, ну непосредственно работы, да, не когда мы контракт заключаем или обсуждаем что-то, а в том числе какие-то мероприятия, профессиональные, непрофессиональные, на которых ведется коммуникация, потому что коммуникация в рекламной медиаиндустрии – это, конечно, основное. Вот, и для того, чтобы заключили контракт с вами, чтобы выбрали вашу идею, вы должны уметь говорить, вы должны уметь найти какие-то точки соприкосновения с людьми абсолютно разных возрастов, чтобы у вас, чтобы вы могли поговорить не только о своем проекте, но и в том числе, не знаю, о театре, о книгах, о музыке, причем никто не говорит, что на, ну, например, на собеседовании надо обязательно говорить, там, какую музыку вы любите. «Ой, я люблю классическую музыку». Вот лучше этого не говорить, если вы действительно не любите эту классическую музыку. Вы абсолютно вправе любить абсолютно разные музыкальные течения, кинофильмы, сериалы, но при этом вы все равно должны с уважением относиться к тому, что любят и чем интересуются ваши собеседники. Это раз. А во-вторых, все равно должны быть какие-то точки соприкосновения, скажем так, ну, классики советской, российской киноиндустрии, музыкальной индустрии. То есть даже если вам не нравится, ну, например, ирония судьбы, да, благо скоро Новый год, то вы все равно должны понимать, о чем говорят люди, потому что зачастую какие-то шутки, какие-то фразы люди используют из фильмов, и это все равно некое ограничение в формате свой-чужой. Вот если человек понимает это, ух ты, это классно, соответственно, я могу с ним больше, ну, о чем-то договориться, потому что он свой. А если приходит человек, который вообще, ну, нет абсолютно никаких точек соприкосновения вот этого общекультурного слоя, ну, это, к сожалению, скорее всего, вы даже не поймете друг друга, о чем вы вообще говорите. А нельзя забывать, ну, ладно, это ваш там начальник или еще кто-то, ну, как минимум, он вас выбрал на собеседование. А если мы говорим о клиентах? Клиенты бывают очень разные. А ни в коем случае нельзя забывать, что сфера рекламы, какой бы креативной, интересной, активной и прочая она бы ни была, это сфера услуги. Мы предоставляем услугу, и мы должны получить этот контракт, если мы хотим вообще работать, чтобы наше агентство работало и так далее. Соответственно, нужно уметь находить общий язык, заинтересовать абсолютно разного клиента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова